Земля, вода и воздух, данные нам, требуют нашей заботы и внимания, чтобы город жил и развивался в гармонии с собой и природой. Меня зовут Перна, и я рада приветствовать вас сегодня у себя в гостях. Я люблю Москву, и люди отвечают мне взаимностью, особенно те, кто пришел сегодня сюда. Я хочу, чтобы мы взаимно радовали друг друга и приносили друг другу пользу. Антон, вы главный эколог нашего города. Хочу спросить вас, что со мной будет дальше? Как мы будем сосуществовать? На сцену приглашается Антон Олегович Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Приветствую тебя, Тера. Раз, два, три, четыре, пять. Извиняюсь. Тера, приветствую тебя. Очень рада тебя видеть. Наконец-то ты проявилась в таком прекрасном облике. Мы всегда гадали, что же такое московская природа. Вот теперь мы уже, я надеюсь, можем воуче с тобой познакомиться. Я бы хотел тебя успокоить, переживать не за что. Москва. Город, даже если насравнивать с крупными мегапорисами мира, с экологической точки зрения очень благополучной. У нас очень много зеленых территорий. И самое главное, что москвичи в любом случае ощущают гармонию непосредственно жизни в городе, от общения, в том числе с природой. Поэтому большое тебе спасибо за задавающие вопросы. И вы не подключаете с удовольствием. Мне очень приятно, что есть люди, которые это замечают и понимают. Но я переживаю. Сейчас многое меняется. Удастся ли сохранить меня? И будете ли вы меня дальше облегать? Да, совершенно правильный просыл, вопрос. Сегодня у нас особый период в стране. Ключевой задачей, конечно, является обеспечить устойчивость экономики. При этом важно понимать, что экологическое благополучие и цели, связанные с его достижением, нельзя просто стоять на паузу и как-то ими пренебречь. Это, наверное, будет такая основная нить нашей сегодняшней конференции. Потому что все понимают прекрасно, если мы сейчас, скажем так, тот натиск, который был, остановим, то помимо того, что у нас куча уже зафиксированных экологических, накопленных проблем, так называемый накопленный экологический ущерб, создавать новый, на мой взгляд, не, опять же, устранив старый, ни в коем случае нельзя. Поэтому, конечно, на паузу экологические проекты мы не ставим. Национальный проект «Экология» в полную силу будет реализован. Внутри него 10 федеральных проектов, как раз направленных в разных экологических сферах, на реабилитацию основного крупного экологического ущерба на территории субъектов Российской Федерации. Поэтому у нас проект «Экология» будет продолжен. Что касается нашего города, Москва уже на протяжении 10 лет выбрал выпуск на оздоровление окружающей среды. В результате мы достигли положительную и устойчивую динамику по природным средам. Я думаю, Террот это должна ощущать. В городе стало легче дышать. Можно заниматься спортом, в том числе центральной его части, что вот когда утром едешь на работу, выглядаешь, да? Бегуны появились, люди, которые выходят на улицу, гуляют, бегут, занимаются спортом, проводят свой досуг. Поэтому это не может не радовать. Ну и, конечно, сегодня для нас откат к прошлому. Но отказ от экологического курса невозможен. Также мы будем продолжать наши ключевые проекты в сфере экологии. Это будет продолжать реконструкцию общественных сооружений, повышать энергоэффективность нашего города. Уже сейчас закончен проект «Реновация промышленных зон». Уколо 135 зон уже находится в стадии реновации. Это еще не предел. В будущем эту работу тоже будем продолжать. Это же развитие электрического городского общественного транспорта. Все вы знаете, что более тысячи уже электробусов перемещаются по маршрутам города, перевозят пассажиров. И в этом году к ним добавится еще 420. Ну и многое-многое другое. Сейчас, наверное, уже не буду все это перечислять. Ну и все наши дикушные решения задают века благополучия на временной отрезок, сравнимый с ресурсами основных фондов. Это период где-то от 30 до 50 лет. То есть то, что мы закладываем сегодня, то, что мы реализуем, оно будет работать, скажем так, еще на два поколения вперед. Ну и экологичное решение сегодня – это, конечно, тяжелое время для будущих поколений. И мы должны понимать, Москва конкурирует с крупными мегаполисами мира, в том числе и за людские ресурсы, за людской потенциал. Если на территории той или иной экологической ситуации будет ухудшаться, то люди вправе, скажем так, делать выбор в сторону здоровья, в сторону будущего своих детей, в сторону комфорта, в благоприятной окружающей среды. Поэтому, если, опять же, я такого не допускаю, если будут какие-то ухудшения, то люди, естественно, будут перемещаться и покидать, скажем так, уже насиженное на больное место. Поэтому мы четко понимаем, что в текущем моменте решение экологических задач до этого-то было сложным, становится еще более сложным. Но в целом все смотрят в будущее и готовы ко всем, в том числе, экономическим вызовам. Вот, наверное, так коротко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok